тот случай когда решил выехать пораньше оказывается все выезжают пораньше с 550 ты в пробке уже 640 а ты все в пробке и тебе еще ехать 1 30 москва такая москва ох ребятки я уже два часа в пути даже больше мне навигатор показывает еще час нужно то было проехать всего лишь 70 километров а мне еще 37 проскочить что ребятки я короче добрался до level performance такой стильный пикапчик стоит и здесь мы будем настраивать чайзер gp2 переводить его на е85 на стенд то есть впервые наши машины станут на стенд потому что мы их раньше не замеряли но вот хотя бы вторую машину мы на стенде затестим здесь уже на стенде машина антона дубовика мы следующие дениска пономарев настраивает тут можно что-то наблюдать и там еще машинку загнали в бокс на осмотр перед настройкой чтобы не было лишних там птичей и так далее короче ты ложечку делают колеса крутятся мощность мутится ну тут кого-то поступило предложение прямой эфир записать настройки чайзера gp2 как вы на это смотрите голосуем так что ребятки давайте немножко прогуляемся по level performance вот такой вот первичный обзор на входе все пушки гонки суровые машины lamborghini стоят вот этот комарик лишний по-моему на или мощный 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 мотоциклы есть второй этаж чё на второй этаж не горка слушай ну таких машин и вообще не видел никогда но тут еще и макеты прям все замакетировано сначала до офигеть крутяк круто геттер тоже что-то с ним делают сканирует висит тоже lamborghini разобрали вот висит какая-то уже уже не на макетах уже на турбах на титановых вихлопах круто как нормальный такой пуршу эти уже готовые проекты или что ли а ждут выдачи да короче ребята чья машина приходите забирать так я там в предыдущей истории где-то лоханулся там не lamborghini было audi r8 какая разница по факту даже не нашинская техника это какой-то прям производственный цех да тут прям посмотрите ну а чарльза тачка бывшая или нынешняя или запасная ну да это почему здесь перестраиваете а новый мотор на него ух чарльз олигарх тут даже старенькие каены висят куда-то хотят ехать стингер а чё со стингером на него тюнинг уже делает видите вот среди мощных тачек есть и корейские киа стингер корветы все стерильненько вот лампочки светятся красотища какая здесь турбина его впаяли так вот промежуточные данные антона на стенде можете потом посмотреть ну чё дениска устроим спросим у зрителей добавить буста или нет ну что боевик стоили сейчас будем выжимать лошади с него либо пони либо кони в общем ситуация такая чайзер gp2 ездил на сто втором брэфи сейчас мы его переводим на е85 опять же от брэф для того чтобы получить примерно еще 15 процентов мощности короче все соки с него надо выжать чтобы он нормально ехал вот заключительные настройки по привязке тут тоже очень надо правильно привязать машину чтобы она никуда не уехала и не съехала все серьезно вон там вентилятор дует там мощность показывается там сидит настойщик о как нагрузили сразу а тяжелого машины сама едет а вот и дениска вот подводят какие то шланги отсасывать будут вонючие газы спиртов настройщик занял свое место какие то цифры у нас уже на экране а вот у этого паренька кстати сегодня день рождения так что давайте его поздравим а он на работе работу работает как лошадь пашет сейчас лошадиных сил на стенде больше выдаст короче ситуация такая настроиться не удалось потому что сцепа не держит мощность сейчас в атомике заказали сцепу ее уже везут сюда в левел кирс комманс и будем ставить и опять на настройку короче как всегда адриаде решает вопросы очень быстро и оперативно уже где-то сцепа мчится на такси сейчас коробочку скинем и сцепа как раз подъедет у машина на подъемнике наш именинник уже дергает коробку подарок на день рождения да? всегда мечтал в день рождения снимать коробочку когда мы были за такой день рождения когда я вот проснусь и мне сказали надо срочно снять коробку за час Лен сказал потому что у меня поезд тебе надо прям очень сильно постараться что только сняли коробочку и уже доставочка свежего Озгитина с Атомика вот это красотища быстро и оперативно как всегда спасибо так ну а Чайзер стоит в левел перформанс среди вот таких вот лютых автомобилей Поршак вообще просто пушка вообще гитинный максимально очень круто выглядит прям такой секси и такой Чайзерок что ребятки героическими усилиями вот этого именинника машина снова на стенде он прям устал спать хочет еще у него днюха сегодня но он поменял сцепление и машина снова готова к замерам все для команды все для успешного успешного Продолжение следует... Продолжение следует... Я не знаю, Денис, еще будет что-нибудь мерить? Ну, короче, пока так. А ставки-то повышаются. Уже 707. И момента 788. С колес. Ну что, ребятки. Закончилась эпопея с настройкой. Не выдержало степление. Слабенькое оказалось. Поменяли на Узгикин. Спасибо Atomic Shop и Саше Андреаде за оперативную доставку. Спасибо Level Performance за предоставленный стенд, подъемник. Чтобы мы успели поменять коробку и настроиться. Спасибо Денису Пономареву, что прождал нас и настроил машину. И мы получили больше мощности, чем планировалось. В итоге получилось 707 сил и 780 момента. Это все благодаря Bear Fuel. Именно Е85, именно Ешка позволила выжать больше, чем способна турбина. Вот так вот. И самое главное, что это безопаснее. Вот такие дела. Всем спасибо огромное. Что, ребятки. Время 22.17. И команда Успешный Успех отправляется в Нижний Новгород. Короче, мчим. Фура уже ушла. И мы с остальными ребятами сейчас отправляемся.